Сегодня я хочу поговорить вам с вами, как я заработал свой первый миллион, занимаясь недвижимостью. Запомните, если нету план действий, никогда не занимайтесь недвижимостью. Это очень-очень важный факт. Никогда не покупайте ту недвижимость, у которого нету план, что вы собираетесь с ним делать. Я покупал за 5300 долларов, в той же самой квартире, я ничего не делал, ни ремонт, ничего. Просто очень правильно я его покупал, правильный место и правильный выбор. Правильный выбор. Я его продал 25 тысяч долларов. Или другой пример привяжу. Покупал я землю, в 0,08 в землю покупал ровно за 100 тысяч долларов в Бишкеке, либо 13 год был, либо 12 год. Через полтора года я эту землю продал ровно за 200 тысяч долларов, год и три месяца спустя. Поэтому недвижимость требует от вас, чтобы вы имели план. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Наши зрители. Спасибо, что смотрите нашу рубрику. Ставьте лайк под нашу рубрику. Не забывайте комментарии, ставить свои мнения. И поделиться нашим рубриком тем людям, кто нуждается этими знаниями. Сегодня я хочу поговорить вам с вами, как я заработал свой первый миллион, занимаясь в недвижимости. Дорогие мои, я работал в 2000-х годах, в 98-х годах начинал, в 2000-х годах, в 2005-х годах и так далее. До 2010-х год, до 2007-го года. Я был тренером, я выступал и так далее. Были небольшие суммы денег, которые я накапливал. И когда я начал зарабатывать эти деньги, я всегда вкладывал их в новостройки. Первый мой опыт, она появлялась в новостройке. Внимание обратите. Очень важно понять растущий рынок. Я видел, как год за годом квартиры подорожали. Год за годом в Москве, в Алмате, в Астане, в Пишкеке и так далее. Но в Душамбе у нас в последние годы с 2010-го по 2020-й, они хорошо по 2015-й год сильно поднимались. Но сильный подъем в Пишкеке, в Алмате, в Москве и так далее был с 2000-го по 2008-й год, когда кризис начался. И я в этом периоде успевал. Я успевал. Я заработанные деньги вкладывал на новостройки. Я покупал на этапы, когда не только фундамент закладывали. И всегда в районе от 15-ти процентов до 30-ти процентов я поймал. Всегда. Если даже рынок был стабильный. А когда скачок происходил, скачок и так далее, я поймал иногда от 50-ти процентов до 100-ти процентов на каждой своей квартире через 3-5 лет. Вот так я начал потихонечку зарабатывать и так далее. И когда я начал продавать квартиры один за других, один за других и так далее, у меня была достаточная сумма денег. Я начал эти деньги потом вкладывать и покупать доли бизнеса. Я начал инвестировать в разных ребят. Разных ребят, которые занимаются бизнесом, но у них либо залога нет, либо у них плохая кредитная история, либо банки их не одобряют кредиты и так далее. Я вкладывал в них, кто занимался пластиковым окном, кто-то занимался поставкой газа, кто-то занимался поставкой пшеницы и так далее. И я начал вкладывать в их оборотах и так далее, и получал долю от прибыли. То есть это первое было из того, что капитал формировался и так далее в недвижимости. А потом очень хорошо я понял, как растущий рынок заканчивается. Рынок же потом постоянно это не будет скачок. И я тогда начал анализировать, как я могу в недвижимости зарабатывать каждый год. Что мне надо делать, чтобы каждый год я могу зарабатывать. Сейчас, если вы вкладываете новостройки в начальном этапе, и потом по окончании новостройки, если продадите свои квартиры и так далее, происходит оборот капитала и так далее, но вы поймаете в районе, возможно, 10% на свои деньги. И иногда до 15%, но не больше. Я уверен, что больше не можете поймать. Возможно, даже чуть меньше поймаете. Почему? Я сейчас объясню. Потому что вот этот скачок рынка сейчас нет. Сейчас период кризис, тем более недвижимость сейчас еще упала и так далее. Теперь я разработал другой модель, другой стратегия. И каждый год она дает мне N сумму. Она дает мне N сумму каждый год. Как? Всегда беру карта города и я разделяю его. Я смотрю, где золотой квадрат, и в этот золотой квадрат я не покупаю недвижимость. Вообще недвижимость надо приобрести только тогда, когда у вас есть конкретный план действия. Запомните, если нету план действия, никогда не занимайтесь недвижимостью. Это очень-очень важный факт. Никогда не покупайте ту недвижимость, у которого нету план, что вы собираетесь с ним делать. Даже если она дешевле. Вы можете мне сказать, да Влад, ты не прав, ты его покупаешь, потом обратно перепродаешь. Я не уверен. Если у тебя есть покупать, перепродавать, это тоже план. Если вы попадаете на мой тренинг, где я рассказываю, как стать хозяином недвижимости при любом доходе, вы очень много формулей приобретаете. Но я сейчас скажу одну из формулей, которую я использую. Я город разделяю всегда на несколько колесо, то есть кольцо. Первое это кольцо, золотой квадрат. В золотой квадрате можно купить недвижимость только в том случае, если вы хотите его просто пассивный доход сделать. Просто сдавать его и так далее, потому что его легче сдавать, легче от него превращать в хостель, легче его можно сдавать туристам, приезжим и так далее. Большинство хотят, чтобы было ближе к центру. Но если вы хотите капитализацию делать, покупать недвижимость, чтобы она подорожала и так далее, чтобы вы на него могли бы перепродавая нормальные деньги зарабатывать, ни в коем случае не покупайте золотой квадрат. Купите, пожалуйста, четвертый, пятый кольцо. Между третий, четвертый или четвертый, пятый кольцо. Но посмотрите план развития города, архитектура города. Какую сторону город расширяется именно в ту территорию? Приобретайте участки, приобретайте квартиры и так далее. Вы легко их продадите. Я привяжу трехкомнатную квартиру за 5300 долларов в Чикаловске, Таджикистане. В 2009 году я его продал за 25 тысяч долларов. Посмотрите, какова капитализация. Я покупал за 5300 долларов, тоже сами квартиры. Я ничего не делал, ни ремонт, ничего. Просто очень правильно я его покупал. Правильный место и правильный выбор. Правильный выбор. Я его продал 25 тысяч долларов. Или другой пример привяжу. Покупал я землю, 0,08 в землю покупал ровно за 100 тысяч долларов в Бишкеке. Это 2012-2013 год, по-моему, было. Через полтора года, о, чуть не ошибался, либо 13 год был, либо 12 год. Через полтора года я эту землю продал ровно за 200 тысяч долларов. Год и три месяца спустя. Поэтому недвижимости требуют от вас, чтобы вы имели план. Если вы хотите зарабатывать в недвижимости, обязательно в порядке найдите мой тренинг, как стать хозяин недвижимости при любом доходе. Я рассказываю там в этом тренинге, скажем, как разработать план. Я рассказываю, как пассивный доход строят, как капитализацию создавать и так далее. Как растущий доход создавать и с чего начинать. И если вы соблюдаете мои формули, за 3-5 лет, могу уверенно сказать, за 3-5 лет, максимум 7 лет, вы однозначно, ваше состояние будет больше миллион долларов. И не имеет значения сейчас, сколько вы зарабатываете на данный момент. Главное иметь план, который помогает вам этого добиться. Дорогие мои, ставьте лайк под эту рубрику. Если вы хотите стать хозяином в несколько недвижимости, или у вас есть братья, сестры, которым нужно жилье и так далее, и так далее, рекомендуйте им эту рубрику, поделитесь этой рубрикой им, чтобы они тоже послушали эту рубрику, брали для себя что-то хорошее. Пишите в комментариях, чему вы научились из этого видео. И посмотрите слева и справа, приходите, продолжайте с цепочкой свое обучение. Послушайте меня больше 300 часов, и рано или поздно у вас формируется мышление богатого человека, мышление миллионера, и вы однозначно когда-нибудь добивайтесь успеха. Желаю вам успехов! Субтитры создавал DimaTorzok